Всем привет, друзья, с вами я, Антон Власов и мистер Пенис. Какое интригующее название. Мне каждый раз слышно. Потому что у нас сегодня, друзья, будут вайны про отношения, про дружбу. Везде в этом фигурируют Пенисы. Про предательство. Предательство гнилое, мразотное, друзья, не будьте с такими. Мы сегодня будем разбирать... Да, даже более того, что я перебью. В прошлом выпуске там была история про Куколды. Там с зажатым ртом девку... Ой, там такое вообще, посмотрите, обязательно. Там, да, там вообще полные рты спермы были. Да, реально. Это непридуманная история, ребята. Это мы смотрим вайны. Порно было на ютубе. Да, прям показывали вагину крупно. Крупником. Пенетрацию. И причем, да, мы вставили в 4К, это все, что было видно. Вот каждую сбритую волосину на 5. Поэтому не попустите. Не откажите себе даже так в удовольствии. И посмотрите предыдущий ролик с нашими романами. Там даже вот этот шланг, который глотают обычно, а не вагины его засовывают. Да, ребята. Чтобы изнутри видеть лампочкой. Никого на скопии, а пёс на скопии. И там ребенок такой... Ну, это уже фантазия, конечно, но там такое было. Наша подруга. Какая? А-а-а. Она постоянно всем изменяет. Да. Расстаемся, да? Я думал, только сестренка, бля, гори, шишка, алло. Я думал, да, это его какой-то безотказный варик, типа, ну чё это? Я совпругался. Может, у кого-то сестры безотказные, конечно, но вообще такое говорить, наверное, нельзя. Но я не про сестру, я думал, это девушка просто, не сестра. Нет, тут речь прям вот про сестру и шла. О, там тот чувак. Да. ЦП компани. ЦП-шка. А, я люблю ЦП. Это центральный процессор, вы не думаете? Да-да, в СП, там и лучше должна была быть. А ну тут ЦП, ЦП. А чё такого? Так нет, и даже его сестре на него похуй, понимаете, да? Что Анбузовин сказал, у меня про трагедию в жизни телку бросила. А она ему, я с парнем сезонюю. Они, может, там постоянно расстаются по пять раз на неделю. И Анбузовин уже заебал. То есть он мальчик, который кричит в волосы. Встречайся с мужиками. Да, они тебя не бросат, мужики верные. Как собаки. А чё, друзей нет? Блядь, да, чё-то как-то у него совсем плохо, да, с жизнью. Друзей нет, тёлка бросила, сестра и та постоянно на хуях сидит некогда. Так бы мог, ну, друзьям написать. Типа, пацаны. Калик покурить. И все бы собрались. Сначала бы все такие, да-да, напились. Потом, когда уже стали бы пить. Потом, когда уже напились, включили бы коржа. И все бы... Я затухаю тебя в тачку сила. Это, сука, пацана. Там байка вот крепила. Они потом пошли, конечно, на геликах кататься опять. Да, пьяными. Пьяными, блядь. Вот прямо, прямо по Москве, блядь. Чтобы с погонями, с ментами. Бум. Все. И нет проблем никаких. Аварийка. И подушки сдуваются так. Это АСМР. Знаете, АСМР срезаем крышу разбитому гелику, чтобы достать людей, тела. И там так. Ааа, рука, рука. Терпи, терпи. Естественно, столб намотан. У этого гелика фары светили друг в друга. И там на капотах лежали. Не дай бог, ребята. Шутка, шутка. А она уже даже не берет. А почему? Бабушка, надеюсь, заходила. Она уже давно тебя не видела. Ставим канал уже. Пусть время заберет. Они уже все как бы и списались на историю с расставанием. Такие, ладно, сделаем главным героем не мальчика, а бабу. Типа она плохая. Я просто не могу придумать, что там с расставанием. Я думал, что он пишет бабушке своей, бабуль, мне так плохо. Я пик, и она такая, бля, я с мальчиком. Я с мальчиком. А там просто молодушка, 19 лет, просто ковыряется. Она такая, бля, тебя бы съесть. Хочешь квартиру, давай сработай. Давай-ка поактивнее, блядь. И там начинается это. Там прям. Я только на одну комнату наработал. Да на один метр квадратно тоже заработал. До 120 давай-ка. Залезь мне языком до стенки задней, блядь. Моей. Что-то музяка какая-то перегруженная. С ней что-то случилось? Я не понял, а то у тебя музыка играет, наложилась музыка? Или так в Вайне? Может в Вайне, так. Клентерстеллар, блядь. Может он начнет потом книжки и бросать из-за этого. Он такие, это не они нас прислали, мы сами сюда бревели. Я должен вымыть свою сестру. И начнет стучать по книжкам. И там твой брат тебя хочет. И она с Бакеморзом. Моим призраком был ты. Я не знаю, может человек, который подборку войны в дело поставил сверху музыку. Может быть. Потому что там, наверное, было сказано что-то такое, что нельзя говорить. Было открыто на ютубе, где бы ты любил. Как братик, я тебя хочу. Да это, но нет игры, нет жизни. А, ну точно. Мы сами это смотрели, друзья. Блин, а мы больше не смотрим, да? Да никому не интересно. Конечно, типа жарит, жарит, что так получилось. Там вообще, мне кажется, скоро ёбли была бы какая-то. Я там немножко зашел вперед, спойлер, спойлер, смотрел. Ну не, немного там. Я больше прочитал. Типа сюжет, ведь что там? А там она не, в итоге не сестра его оказалась там. Чё? Это не его сестра. Это не его сестра? Вообще они, они друг другу вообще никто, блядь. А почему они говорят, что они брат с сестрой? Ну, самое, вот так сюжет там построен, что якобы они вместе живут. А они знают об этом? Да. И по другу? Ну, я так, ну, я не знаю, может быть, будет. Класс. Ну, но суть в том, что он бы мог во второй серии уже запросто ебать при ней кого угодно, потому что они не брат с сестрой. Ну, просто что она маленькая, единственное что. Ну, да. А так? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не забывай о тех, кто тебя любит. Цени своих родных и будь рядом. Да, друзья, я ничего не понял. Нихуя вообще. Вообще хер. Вообще нихуя непонятно. В итоге он с сестрой остался, да, ебаться? Не цени родных и забывай о тех, кто тебя любит. Да. Не будь рядом. Будь куском говна по жизни. Будь далеко и забывай о тех, кто тебя любит. Сегодняшняя цитата Мара. Все, блядь, не так. Это вот как будто как раз гелик подъехал. Ой, это девятка подъехала. Да-да-да, у которой дребезжат номера. И девятка разваливается. И там, да, и прямо стекла все вливает. Наконец-то. Это старый. Е-мое. Просто вот, а гелик этот... Он тормознет или... Не, рожжевер такая высокая машинка. Там на скорости она, ну, где стишинки по мужу поставить. Она, центр тяжести у нее высоко, она перевернутся, может, в принципе. Ну да. А кто, кто видел кто-нибудь лосиный тест машин? Знаешь, такой лосиный тест? Это тогда, когда в Европе выходит, допустим, олень на дорогу. И ты должен быстро сначала рулю влево, потом обратно вправо, чтобы его объехать вот так вот. И многие машины переворачиваются при этом. То есть на два колеса бывает вообще-то, бывает, вообще, переговоры убрать. И опускают. Она крутится просто так. У нее не центр тяжести снизу. А на ней даже можно сделать арабский дрифт. Вообще вот так крутится, и она не перевернется. Но, представляете, друзья, это вот сразу мгновенная смерть. Это вот эта вот женщина, не дай бог, конечно, просто вот... Ее намажет. По асфальту размажет, да. Как пасту за руку. Там 54, залить бетон в шины. Ооо, да, я видел это застройки. И просто ездить. Зачем? Зато не спустят никогда. Повешь, бедолага. Да, да. Я вас слушаю, значит, запоминает. Машину нужно помыть. Сложно запомнить. Что-то, да, и она такой... А он с бумажки, наверное, читает. Нужно помыть машину. Я забыл. Есть же такие люди, да? Ну, я надеюсь, что он как бы играет свою роль. Он даже в жизни не может... Играет, конечно, вряд ли. Что? Эй, бедолага, бля, ну да что, запоминаю машину помыть надо. Это же Россия, так скажут, пошел нахуй. Ну, тебе скажут, мы тебя мыть не будем. Вот и все. На своем грязном корыте дальше, блядь. Аккуратно. Она не ездит, шоба. Хорошо. Поцарапает? Он прям наждачкой будет вытирать. Возьмет там прям. Ой, как мне помочь. Да, да, да. Ну, она просто вся. Она матовая стала. И там видно, как вот это, круги шлифовать. Такой, честные тачки. И она очень чистая. Он такой, максимально чистая. На ней даже лака нет. Прикольно. Скорее всего, было... Да, все, машинка готова. Бедный, включите. Слушай, я, видимо, у себя и в машине забыл. Построению, удачи. А что у нее за машина? Эй, ебать! Лексус 570. Еще лучше. Еще дороже. Хорошо. Ваши лечения. Слушайте, спасибо большое, что поменяли. Я зашли дружище. Биггера. А он злоделец, да. Вот так, вот, блядь. Вот так, вот, блядь. Ну, слушай, прикольно, прикольно. Вот это крутой, вот это крутой вайн. Смотрите, как вообще, она не дешевая. Какая такая оранжевая. Мораль. Не купил Лексус, не выебывайся. Да, а когда у тебя есть 570 и Лексус, ты можешь вообще просто, блядь, вкуханка. С закрытыми глазами ездить. Да, да. Или как Давидович, вот так нужно ездить. Просто вот так вот он ехал из окна. Он говорил, вот так только нужно ездить на этом, на чем-то. Ну, он в свое время вообще ездил так, как вообще никто никогда не ездит. Он такой, что такое, бичи? За 5 миллионов машина, что за бомжи поехали, блядь, на АМЖ, блядь, С-63 или как там. Короче, что-то, да, вот отношение к людям элементарное. Вот оно показывает. Не будьте скатами. Да, не будьте скатами. Иначе вас опустят в лужу. Даже если у вас есть Лексус, обратите внимание, все равно человек помыл, сделал, но потом очень эффектно осадил, блядь. Вот, в общем, если есть Лексус у кого-то из вас, подумайте, как можно применить его. Как говорила Цири из Ведьмака, не используйте преимущество сразу, нужно его использовать в самый подходящий для этого момента. Ну, вообще, это Весемир говорил, Цири только повторял. Очень правильное. Да, вообще, я в Ведьмака не играл, мне не нравится. Три раза начинал, не пошло. Как у тебя, да, такие вот цитаты, высказывания, как ты прямо из Игурцы, слушай, прямо такая умная игра, да, этот Ведьмак? А может, и можно чему-то научиться. А, кстати, вот история, провели исследование, прямо со всякими анализами, со всей хуйней, никакой нету связи между злыми играми и поведением человека. Это все хуйня. Играйте в игры, где убивают, насилуют, реже, будьте умнейшими ребятами. Умнейшими ребятами. Умнейшими мальчишками. Умнейшие мальчишки. Играйте в хорошие игры, где убивают, расчленяют все. Это все никак не связано, просто вы, хорошие, вы, ну действительно, ну кто пойдет убивать на улицу? Да никто. Ты что, пиздеж? В ГТА никто не из. Было бы эффектнее, если сейчас еще и его девушка бы к нему ушла. А, да. Он такой, а тёка, это моя, ну-ка, не сюда. Нет, он бы ее не принял. И тот бы ее не принял вообще. Это моя мойка. Счастливого пути тебе. Но все равно не злашил его. Она дорогая. А надо было... Вот так, бедолага, блядь, иди работай, пока на Лексус не накопишь, не выебывайся. Вот когда будет Лексус, тогда и будешь, блядь, свои ключи раскинуть, а она дорогая. Да пошел ты нахуй, блядь. А он ему наверняка яйцо разбил, и прямо оно впиталось в сиденье. И тер вообще во все. В обивку в салон, чтобы потом этот чувачок утром пришел, через неделю. Когда солнышко, жарко светит. И шприцом, знаешь, вот набрал яйца, и вот в обивку в потолку между машиной и обивкой, вот в эту щель. Прямо 3 литра яиц туда высадил. Я вам буду в своем рейнже, я там в суперчарджере, блядь, ездить. И там опарыши появятся. Просто пасет говном с потолка. Ты как ездишь вообще, брат? Он такой, бля, калик покурим. Все садятся такие, ебаный в рот. Ты что, в штаны обосрался? И все выходят, такие, пошел нахуй, блядь. Женился, ставка пауком. Да, Рус, раньше ты не променял бы нашу компанию, как Рудитеха. Неужели она значит больше, чем мы? Вик, Вик, подожди, ну почему? Саш, из вашей компании мне нравится только Руслан. Руслан? Да он же никчемный, ты его видел вообще? Извини, мне пора. Ну иди, ты такая же никчемная, как и он. Брат, ты же должен понимать, что в трудную минуту девушка тебе не поможет. Вот черт, скоты, блядь. У меня проблемы, не поможешь, если я сейчас подъеду, есть минутка. Что это за говно? Это просто сборище пидорасов, которые не могут. Они вообще друг другу не друзья. Это просто люди. Они не друзья. Это люди, которые просто... Зачем вообще дружить с таким? Имеют твой номер телефона. Вот кто это такие? Это хуйня. Кузьма в 3 часа ночи помогал мне кипяток. Собежать с пола и в ванну выливать. Вот какие, друзья. Нифига. Если вам квартиру кипятком затопило, друг приедет и поможет с кипятком разобраться. А у меня тоже была история с кипятком, когда я... Юра приехал? Не, Юр нет. Ну он не выходит. В 17.03 мы тусили, а у рестора в пиццерии трубу прорвало. Ебан. Да, да, и все. И мы тут все вышли, типа, я смотрю, блядь, все убирают. Все убрали, все вместе, блядь. Черпали, там, и, блядь, там натекло, блядь, по колено, наверное. Не, не думаю, что такие скотские бывают. Люди так не общаются. Ну, в смысле, с такими людьми не называют их друзьями. Не, не, это вот что такое? Он идет по улице и кашляет, типа, он занят. Болел себя очень. Да не, охуелся. Болел ее. А он рядом приезжает. Воспаление хитрости. Это просто мра... Вот нужно было стоить и сказать, как ты такая мразь вообще, блядь? Можешь по этому миру ходить, сяду до уби. Просто отъехал назад, немножко... Думал, собака. Шумку умерло. И что, это тоже его... Это друг? А что с ней такое? Она от страха умерла? Она пулю приняла за него. Под пулю кинулась. Это стрельнули, да, хочешь сказать? Это жена декабриста просто какая-то. Да, теперь он в казематах будет сидеть. Дорогой, может, мы погуляем? Тогда у нас... Это уже следующий вайт. А она живая или, может, она в больнице? Ну, это вообще тогда... Они бы об этом знали. Типа, да что ты поедешь к своей, которая под пулей кинула? Да, ну ты каблук вообще. Ну, вообще, она тебя, блядь, под каблуком держит. Да, конечно, под пулю бросилась, телом закрыла своим хрупким тебя кабана от... Ну да, или ты... Он такой, подожди, дай прикрой с тобой просто как щитом. Ты думаешь, она специально это сделала? Я думаю, вряд ли бы девушку прикрыла. Это, ну, какой-то топорный вариант. Предыдущий был лучше в разы. Просто на уровень выше. Вот если бы все кончилось на том, что, типа, бывают случаи, когда девушка действительно более преданная, чем якобы друг. Вот это да. А так, тут какая-то история про то, как телок маслину словил с тебя, блядь. Ну да. А что потом у него печень отказала, она печень ему свою пересадила и руку ему отрала. Да, 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 можно далеко за этим зайти, но лучше бы остановить, что он просто вдруг покашлял, а ты его увидел вот в своей машине. Да, я сказал, да пошли вы, и вот там должен был закончиться ваг. Раз у меня куча дела погулялась с подругой, иногда мы теряем истинные чувства к человеку, с которым прошли весь резиновый путь. Блядь, заболеваемся за пустых людей. Прошу прощения, вышел отсюда. Руслан Заидович, все ваше имущество конфисковано. Блядь, вы ебали секретар, что все ваше имущество конфисковано. Конфисковано, друзья, ни много, ни мало, просто потому что. Блин, хотел бы я в налоговой работать, я бы приходил, такой, да, чего я столько. А мы вот имущество пришли конфисковать. Нет, это тогда прокурору нужно. Нет. Все, да, это... Я вот с усами ходил, я вот такой, да, я бы их еще чуть-чуть поуже сделал. Да, да, да. Иди, деньги есть у вас? Документы у вас будем проверять с 2008 года. Он такой, только за 12 лет. Он такой, у меня много времени, люблю это делать. Принесли много патчек. Ооо, а это что-то за проводки, у вас тут такие страны. Это что за компания? Ой, ликвидирована была после перевода. Ой, как это интересно. Так это у вас получается фирма Доневка. Сейчас мы разберемся ваши бумажки. Его пока к батареям вас прикуем. Да, и чтобы все говорили, бля, усатый придет, смотри, только не усатый. И там, знаешь, один будет, который будет постоянно брать деньги, это был бы я, например. Я приходил бы, и там такие, может, за мнем как-нибудь. Я такой, валим, валим, валим. На гель, да, деньжат все. А потом, а какой придет? Тот толстенький, толстенький. Усатый. Усатый. Усатый? А можно того доброго? Нет. Усатый будет. Ты только приходишь. Сексу преж? Сейчас мы все тут посмотрим. Смотри, мне кажется, налоговая прежа. А можно пойти учиться? Куда? Ну, в МВД, например, или еще куда. Можешь запросто быть помощником при какой-нибудь прокуратуре. Главное на юридическом отлечиться. Надо отлечиться на юридическом? Да, с тебя только юридическое образование. Сколько на заочке учиться? А вот можно ли заочкой, я не знаю. Бля. Может быть заочкой нельзя. Надо очное, скорее всего. Нет, очное. У меня товарищ работает, прямо, правда, во Пскове, но он пристав судебный. На очное, поеду все. Друзья, мой канал закрывается. Я пойду. Юрик будет судебным приставом. Я буду судебным приставом. Вы приходите к нам рисковать у вас компьютер, на котором вы смотрите его же ролики. И будет потом с него нажимать просмотры. Лайки ставить. Лайки ставить, да. Делит ценно, только в политический момент. Хуя, он едет. Он так расстроился, что у него все конфисковали и быстро ехал. Его в одежде оперировали. Да, да, да. Приехал чувак, чтобы позлорасовать. А я тебе хотел сказать вообще. Да, я тебе зашел, ты говоришь, выйди вон. И ебешь, ебешь, это блондинка. Да, да. При девушке его говорит. А если бы он сразу искал, он бы сразу вывалился бы из пизды хуй. Сдувшийся. Он такой, я понял, все, вы тут ебетесь. Но у вас конфисковано все. Шлюху с хуя снял. Как? Выскользнуто. Он такой, даже этот стол. Вы не имеете права на нем даже ебать. Не то, что это за ним сидеть. Воздухе не удержит. Да, 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 вы свое ебите. И он такой сик. Что у него? У меня нет денег. Вот так вот он. Скорее всего придет, он будет на золу. Ногу ампутирует. Ну вот у него и... Он перебарщивает своих вайных силы. Да, это очень плохо. Если вот с ринджом он там в норме, но вот в этих двух он прям перебарщивает. Да, ребята... Стрельнули в девушку. Что это за драк? Так он же с ногой. Мужик, возьми, это важно. Откуда ты знаешь помощь? Там, может, любимое написано. Налоговое. Мужик, дай ее. Кошелек, ты все равно не всплывешь. Да, а может это... Пальтишко, чтобы не мочить. Зачем тебе это надо? Ну реально, ты же все равно... А можно телефон? Так, ну не дам. Он такой, выйди из iCloud. Он вышел такой, на тебе это. И он пока телефон сбрасывал, понял, чью-то я хуйню дам. Да, он такой, я сейчас дарю бомжу свой телефон. Не буду прыгать. Слушай, иди к ты нахуй, перелез, а потом... Поеду домой. К жене. А это он не хранителем, но улетел. Смешно. Вот это был бы крутой, Вае. А так было, помнишь, когда чувак призраком остался? Точно, и он стал и он был. Да, друзья, посмотрите, есть выпуск, где чел под машину попал, и думал, что он все еще живой, а телки уже его хранить пошли. Смотри, спустя три года у него ребенок есть, а он без ноги получается, да? Садись, смотри, да, с папой идет. Ну как идет? Она не знает, да, что он изменял? Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одно. Что-то ни в маму, ни в папу ребенок. Ни в маму, ни в папу. Что-то, ребята, на самом деле, ситуация-то все равно грустная. Он остался без денег, без ноги, с разбитым геликом. Ну, нет, конечно, у нее семья осталась хорошая, там, жена, это, но они не знают, что... Да выберутся, черные полосы кончаются. Ну, это, да, это тоже верно. Ну, дай бог! Но главное, секретарш не ебать больше. Вот в чем дело. Если уж у тебя... От секретарши ребенок. Точно. Поэтому не похож. А секретарши уже... Она с ними живет тоже. А, да? Отдельной комнатой? Где они живет? Оооо, вот это ваня! Мам, можно мне тоже покушать? Руслан, иди в комнату, и не мешай нам. Синячик, да? Я же не слышал, что тебе Май сказало. Это закусь? А это отчим? Наверняка, да? Наверняка, да? Тупой у тебя, сынок. Документы, где дом, уже готово. Нихуя себе! Просто вбухать мешает, представляете? Да. Он приходит, мама, можно это? Чипсы жрет мои. Хотел взять, тебе дали, да, чипсинку одну. Куда? Блядь! Мать сказала, пошел нахуй! Не по лицу же, не по лицу, все нормально, в детдом поедет. Вот это, вот это дом, блядь, вообще. И представляете, ты сидишь такой, делаешь уроки, а он наверняка... А он, по-моему, на гладильной доске их делает. Да? А, нет, на столике. Нет, ну это у него на маске. А зачем ему мышка, если компания? Ну, был комп, он его это продал на Авито. Пропили. Пропит. И, представляете, вот вы делаете уроки, и вам в соседней комнате, ну что, все, в детдоме есть? В детдоме. Ты че? Да не, мы его в лес вывезем и оставим. И он на... В детдоме нет места. Не, всех сдали в детдом, сейчас это модно. Мама, а зачем вы сюда пришли? Поменьше вопросов. Пойдем, пойдем, пойдем. Бабушка такая, пойдем, 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 пойдем. Блядь, а неужели так принимают в детдома людей? Я не знаю, мне кажется, в детдома либо отдают после рождения, либо забирают. Ну да, но не так, что, понимаешь, что тебя уже... Вот, давай, давай. Давай, пока-пока-пока. Нормально. А одета, ну вообще не по-дедомуски, знаешь, там типа пол-эс. Ну то есть как бы его там сразу... Это пока. Ну понятное дело. Там старшики такие, ооо. Давай меняться. Не, не, а что меняться, да что? Мою рваную. Майку, вот эту, возьмешь на твою кофту. А он такой, этот свитер вам мало? И он просто одевает его так вот, как топик. И рвет такой, и прав, и правда мало. У него только спереди все село, а сзади вот пусто, вся спина пусто. И он такой, балдеж, буду в нем лежать. Ха-ха-ха. Твоя новая мама. Не пьющая, надеюсь? Ширяется. Ооо, мы забыли. Вау. Это же этот чувак. Да, ребят. Сейчас дичь какая-нибудь будет. Не, 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 вы видели какой крутой переход? Типа закрылось окно, открывается уже 10 лет спустя та же машина. Он 10 лет в машине просидел, получается. Бля, да, а может они 10 лет ехали до туда? Руслан Саветович, мы не встали каждый год сюда ездить. Я не могу поверить в тот, что она никогда за мной не уйдется. Привет, Саветович. Ходи у нас в гости. Он ждет маму. Все, не может успокоиться. Да, ну, слушай, ну, конечно, я понимаю все, но она сделала для него самое страшное. Она отдала его детдом. Зачем он хочет ее видеть? Чтобы похвастаться, что он успешный теперь? Надеюсь, что нет. Ну, блядь. Как-то грустно. Каждый из нас совершает ошибки. Главное, вовремя их осознать и смыть. А, она видишь, что... Ну, хуй знает. Ну, хуй, ну, хуй знает. Мать сдала в детдом, била. Да, да. И все, она тут теперь в боку. Я не могу поверила, я в платочке сидит. Ой, сын, давай назад все вернем. Они буквально два дня, наверное, посидели. Он такой, ты как там по детдому не скучаешь? Он такой, я уже взрослый. Он такой, а, ну, да. Я бы тебе отдала, если ты был поможем. Опять. Правильно я сказала. А он такой, водки не найдется. Сразу. Да, да, да. Он такой, я правильно тебя сдала. Правильно я тебе сдала. Ничего, у меня свое. Да. С фляжки наебениться. Руслан, мне с тобой так равно хоть... Нет, там такой стакан с фольги... А, да, да, да. Это, как это называется, мерзавчик. Я не знаю. Мерзавчик. Мерзавчик. Да, типа, ты его знаешь. Ну, вот, типа, такой мерзавец. Ты, типа, взял по-быстрому, въебенил и пьяный. Я тоже как-то, я заходил в пятерочку, они вообще почти в каждой пятерочке продаются. Я думал, взять ради интереса, но не пить. Просто, чтобы, знаешь, дома стояло, вот, как напоминание чего-то, что можно в любой момент открыть. Ты бы попробовал и такой, самая вкусная водка в моей жизни. Завел и дальше поехал. А что, реально, типа, можно подстаканник поставить, два стакана с водкой закрытых. И тебе тормозят и говорят, а это что у вас такое? Водка в стакане, она же закрыта, правильно? А потом отъехать, и видно, что я фольгу выкидываю. И там, знаешь, через тонировку видно, что я вот так вот. Нет, это как-то фольга, и потом... Стакан. Суки, смотрят. А потом стакан. Да, стакан разбивается, и я такой... И он тут такой... Быть не может. Почему у нас не получается? Детей хотят. Здравствуйте, Руслан. Доглас Федорович, Серега. Пришли результаты ваших отделений. Что он сказал? Здравствуйте, Руслан. Зал... Привет, Серега. Здравствуйте, доктор говорит. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Серега. Пришли результаты ваших обследования. Мне очень жаль. Он не может неимать детей. Как доктор. Мне очень жаль. Без объяснений просто Просто бывает можно, бывает нельзя Вот вам нельзя Мы посмотрели ваши вайны Вам нельзя Вам ни в коем случае нельзя Нет, нет Просто, не, ну а причина-то какая? Что там, типа эти жгуты на головках медленно двигаются Или как же там Никак, все Вам нельзя, просто нельзя Выписываю специальную бумагу, документ С печатью, администрацию Нельзя, в паспорт, хуяй Детей нельзя, все Ничего я с ними сделаю Такие законы у нас в России, блядь Он такой, блядь, не получу 466 тысяч Она сейчас забеременеет Он ей не сказал, наверное А, он не сказал, она забеременеет от другого И он такой Ой, я могу уметь здесь Класс, класс Зато он может затапливать шахты И не бояться никаких проблем Последствий Что может быть лучше в этой жизни? Ну правда придет ночь А в чем проблема на самом деле Ребенка взять из дома Установить, ничего такого Ну, удочерить, усыновить, какая разница Это как, вместо того, чтобы купить игру в стиме Скачать ее на торрентах И даже приятнее Играть в такие игры Ну просто они тебе ничего не обошлись Ну типа у тебя нет онлайна и... Один будешь играть? Не знаю, как объяснить Ну тебе в конператив нельзя Куда? Вот, я принял решение Нам нужно расстаться Не сказал я Ну это неправильно Вот девушка будет потом считать, что проблема какая-то была Потому что у меня недостаточно большие губы Я еще вкачу Да-да Вот так вот Чтобы они прям вот, знаешь, как вот Вот так на веки, блядь, уже добавлялись Гигантские Ну не... Ой, блядь, слушай, прикольно было Вот такие губы сделают И скулы еще вот такие гигантские Латте-мчато Я куплю чайную Какой невкусно у вас здесь Мы пойдем в Марчелес Из Марчелес Из Делте Кстати, у нас пакеты из Делте Би, а тебя не видите, что ли? Мы их купили, да? С кем вы разговариваете? Да-да С блядями Положительнее Мы их и совсем Не-не А может наоборот скачает все То есть, это грудь вытащит Губы Обратно баб сохнет Будет сидеть возле вентилятора горячего Чтобы они выпарились, блядь, это гиалуронка ебная И потом будет такая вообще Серая Серенькая мышка, да И пойдет работать в офис И там найдет Сердце Быть не может Беременна Беременна Врачи ошиблись А че дальше-то? Че А как сообщить че От кого ребяток-то? От него, наверное Она ему не сказала И он не скажет Врачи все перепутал Ебай О, лупая пупа, блядь А че дальше-то было? Сообщите А он уже спрыгнул с крыши А он уже все, рипнулся, да? Абонент, время Телефон разбился При падении Пьяный Пьяный? А, нет, я думал на крыше Руслан? Бля, слава богу Слушай, ну хорошо, что он не спрыгнул ниоткуда Я уже в трансформаторной будке думал, что крыша сидит Я, я уж, я бы расстроился Меня зацепило Если чем-то этот вайн Это прям был Но он логичный Логичный Ошибся врач Она забеременела Ему сказали, что все не может Жизнь потеряна Потрачена А оказывается, он просто напился Да Как горько, гадко было бы Если бы он покончил жизнь самоубийством Это уж слишком перегнуто С вами все в порядке Примите мои извинения У нас получился сбой в системе Мы перепутали ваши анализы Вы полностью здоровы А другой чувак Который, получается Думаю, что он Может забеременеть Может иметь детей Он там вообще, типа Сбои в системе вы не можете Да, да, да А он такой В смысле? Он у ребеночка Так смысл И телка такая Какой красивый наш сын Татарин, конечно А я Я вообще черный Не знаю, как так вышло Да, да, да Ему это Вы не можете иметь Как не могу? У меня трое Могу, могу Сбой в системе Нет, не может Да, может, смотри Ну вот же документы Он такой Чушка Иди нахуй И все И все хорошо А он больше не хочет Зачем выучить Это трое нормально Руслан У меня есть для тебя хорошая новость Ты станешь папой Ну вообще А это тот чувак Который Получил документ Что насадили бесплодие Он такой Блять Не получается Не переживай У тебя обязательно Все получится Я в тебя верю Чувак Лекарство Травка хочет найти За неделю Это другой вайн? Это другой вайн Опять у меня проблемы С сексом? Руслан Присыпайся Это чувак Привидение, по-моему Это он и есть А он? Это прихиня Он и есть А ты пока что Время жмал Да ладно Я пойду пока Приготовлю Либо Подожди Нет Не он А ты отдыхай Да по-моему Он Привидение 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 Гелики Шикарная квартира Где можно Поместиться вдвоем В ванной Блять И можно там Дурачиться Как здорово Играться Блять Я только недавно Вообще Я первый раз В жизни Недавно Купил Ебучий матрас Блять Спал постоянно На каких-то досках Ну просто Вот это Я теперь Друзья У меня теперь Спина перестала болеть У меня теперь Нету Ебучей Это неврологии Я теперь Сплю Как младенец Я в последний раз Наверное так спал На этом самом В кроватке Детской У родителей Ебать А тут прям Вообще Такая веселуха Я не знаю Может быть Здесь даже нет Никакой завязки Никакой До этого Перелистывания Ничего не произошло Ну непонятно Что у него получится Или не получится Я с интригую сейчас Она говорит У тебя получится У тебя получится А что получится Я уж и забыл Я уверена Что у тебя Все получится Вот опять Третий раз Сказали Давай я скоро буду И он выходит У бабки сумку Урывает Он такой Блять И звонит У меня получилось Я не смогу Аня такая Сможешь Сможешь Дергай сильнее Они слабенькие Да-да Если сломаешь руку Ничего страшного Они тебя не смогут побить Они сломаны И они до Ани Не смогут написать заявление Вы Вы Из суставов Выдернем Прям прикинь У бабки руки Удлинились На 5 сантиметров Такая Хрусть И такая Нехера Как так Длине Сумки нет Молодой человек Не могли бы вы меня Пожалуйста Подвести На телефон Сел Конечно На телефоне Дура Ездишь При чем тут это Она сейчас его отравит И убьет Наверное И цветы отберет Спасибо Может поднимемся ко мне Чай попьем У меня Ладно Я без имен Буду говорить У меня кореш А это не та же девушка Это другая Просто они очень похожи Короче У меня кореш На своей машине Поехал Потаксовать И была ситуация У него примерно похожая Когда он Заказ принял Девушку Подвез до дома Я сказал Она мне очень понравились Давайте сначала Просто посидим Поговорим Я давно сказала Да У меня друг Такой Он такой Ну не вопрос Давайте посидим Конечно А что вы хотите Поговорить со мной Такая Вот там Тыры-пыры Значит Понравились вы мне Это Вы может подниметесь Ко мне Мы с вами Может как-то Это Он такой Слушайте Мне это не надо Я человек занятый Мне это не интересует Есть только не вопрос Это денежный А так Какой бы смысл И она говорит Такая Сколько Вот вы Хотите взять Он такой Ну за 15 тысяч Я готов И она сказала Что она готова Но он ее высадил И уехал Потому что У него есть ребенок Но Но она Была Видимо Согласна За 15 тысяч Рублей Ему заплатив С ним Он очень Красивый Видимо Он Ну он Ну да Нормально Выглядит Подкачанный Но он Больше Знаете Умеет Разговаривать Хорошо Постоянно Вот Всякие Там Интересные Штуки Знает Всякие Там Может Заболтать А так Что Сам Себе Выбит Ну Как бы тут Вообще Безовряда Было Нет Не согласился Ну вот Если заходите Работать таксистами Знаете Что Секс Повсил Вообще У таксистов Секс Каждый день Да По 5 раз Каждый Только фотомодель Возят Свою девушку Сажайте Просто Довести ее До мамы Что Они ее ебут Они там Где-нибудь Возле баков Мусорных Пересаживаются Назад В кэбе И ебутся Там Всех Ебут Жеодоксисты А это Она Нет Как нет Мне кажется Успех у меня Услан Ой Да это легко проверить Хочешь Я к нему подойду Познакомлюсь Посмотрим Как он себя поведет Как раз Мы сейчас И не знакомимся Может поднимемся Ко мне И он поднимется Нет Слушай У меня есть девушка Спасибо За приглашение Она соврала Ааа Нет Подруга Нихуя Ты придумал Она бы конечно Поверила Нет Ты знаешь Как это на самом деле Было Он ей понравился Он поднялся Они поебались И она Чтобы не терять его Навсегда Нет Она такая Ну я конечно скажу Что ничего не было Ну да Конечно Иначе Я тебя в лес вывезу Ааа Я же теперь успешный Нет Я думал Теперь он на две квартиры Живет Туда-сюда Ездит А потом иногда Она к ним приходит Подруга Они втроем сидят Там выпивают И она ему под столом Ну ногами там Дотягивается Паяться Шерудит А он такой неудобно страшно 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 под стол заглянуть сразу все пиздец ой ребята как здорово ну неплохие 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 да единственное что прикольно призрак иногда бывает перегибается ногами без ног останется сейчас это они у тебя когда-нибудь сорвутся когда-нибудь по кисть оторвется ребят представляете кто-то мама вообще сыграет музыка которая контента иди дамы бог туру удобно что за тебя все сделала этот монтажер за петь саунд-дизайнеры поработали над этим вайном звуки наложены друзья очень дорого стоил смотри какой все странно красная размытая они пришли в проявочную они пришли в притон вот есть знаете притоночная как я делаю давать их в туалетах общественных местах типа ставят ультрафиолетовое исключение чтобы наркоман нашел вену а здесь наоборот красная чтобы нашел быстро визу наркоман прям зашел сразу в ванную комнату без разума где сидят наркоманы в этой квартире я так предлагал одному охраннику когда я раньше работал в киеве что у него была трешка он жил один у них и предлагал притон я вам предлагал до двери за кучу будешь как бы два охранника ты серьезно притон человеку предлагал такой смешной мужик я могу говорить типа вот смотри как обойти весь этот закон просто берешь снимаешь с петель дверь входную и это получается продолжение площадки лестничной а ты из трешки делаешь все внутри студию то есть объединяешь варе однушки делаешь а просто и ставишь этот турникет за маленькие деньги проходят и там как бы ну ширяется объебывается а тебе за это ничего потому что скажете типа я не знаю почему ребята под ключ вам идти в у нее нету просто в квартире дверей и а что ты сделаешь ничего просто это можно еще на этих людей заявить что они к тебе домой ворвались в открытую просто дверную коробку опять музыка это его брат наверное думаешь ну или папа а так получается он позвонил ему на телефон он не отвечал он только бля а ты сука поеду разбираться приехал в притон и вытащил своего брата оттуда либо брата либо ну да как ты к нему вообще слушай каждый раз ездить брату когда на телефон выключен это означает что расширяется очень просто не может просто ответить сказать я нормально не отрезвый я на уроках а он в этот момент видит вообще как калейдоскоп он даже не видит там много этих ответить ответить полный новый пропащий сейчас умрет не придется звонить каждый раз много они музыки используют можно самому музыки на гелике брата забрал из притона короче он привез его домой да и решил отменить да зачем зачем он светит бабками зачем он вообще же я какой брат у меня нет брат вы ошиблись он съехал мы же не живем а если они будут постоянно ходить и постоянно деньги забирать отдать на он еще отдать брату вот забирайте его а он вам должен иди сюда брат он такой только ебало свою разбитую помыл ну ладно давайте опять бейте мне его а кстати больше бить не будем мы по-другому с тобой будем работать удивительно вот и как-то тебе дают такой выбор типа либо мы тебе разобьем ебало либо ты отдаешь деньги эти ебало они никогда не появятся а если вы долг дадите можете мне еще 2 разбить это же вообще я бы такая ипотеку бы закрыл наверно пришли бы ко мне люди со сбера пришли бы миллион ударов да просто недель тяжелая неделя тяжелая неделя кредит закрыт можете а если будете пить меня чем-нибудь дополнительным будет уже как бы баба больше зачитываться тысяч но это тяжко ну а ты думал а как же пизде ли я тяжа давать миллион не как скажутся к сожалению ебало заживет как юрий михалыч говорит а деньги нет никто их не вернет сможет пуститься помочь это новая скурить не будет ни хуя играли также долги часы не сняли машинку тебя можно не пропиток саня тебе не вызвал еще живой собаку переехал всю блять кто знает они он стрелял правильно 5 лет спустя себе так много что нормальным человеком яска ничего не понимаю и так смешно когда они это говорят капитализация ну вот да вот они такие подходы и у чувака как бы на ровно у него стол языке и у него две бумажки в файликах это означает что ты моя долл бездосмен миллиардер да вот именно так тиньков сейчас сидит наверняка с долгами то есть не там две бумажки одна она написана запретовый капитализация вышеками пойми пиздец пол нисколько она ни хоя не стоит ебать вот эта цена грустного вообще насколько понимать капитализация это как уставной капитал видимо с капиталом что нет это связано с тем что допустим можно открыть о якоре и туда вкинуть 10 тысяч рублей что ты просто эту ложку открыли у тебя получается капитализация 10 тысяч рублей зачем она приходит это шлюх и говорит сколько у нее капитализации если он сам эту фирму открывал поздравляю поздравляем аж и за сентяем и открыл дура зачем ты говоришь и защитить вот друзья мы сегодня посмотрели очень интересный ваня со смыслом мы сегодня узнали что нужно быть дальше от близких не любить их нужно подставлять своего брата заводить в его хава девушки кидаться под пулем да да если девушка не кидается вам под пули значит она вас не если у вас конфискована мебель и вы должны ебать телок на весу поэтому я на этом мы заканчиваем подписывайтесь пожалуйста на канал юлика выходит очень интересные тик токи мы продолжаем их смотреть а пока пока